Спасибо. Я хочу немножко поговорить о такой совместной, совместной сотрудничестве с точки зрения безопасности и о инициативе, которую уже несколько раз упоминали. Эта инициатива называется MANRS, это такая региональная безопасность. Эта презентация, скорее всего, посвящена сетевым операторам. Я хочу задать вопрос, сколько у нас в комнате есть сетевых операторов? Кто занимается сетями? Да, достаточно много. Пять, пять. Может, остальные еще не проснулись, поэтому не реагируют на мой вопрос. Но для того, чтобы перейти к контексту, шесть месяцев назад, в начале этого года, была запущена стратегия, посвященная безопасности, которая называется совместная стратегия безопасности. И идея, которая заключена, что мы должны придерживаться каких-то общих принципов, это касается и работы на правительственном секции, секторе индустрии. И есть, допустим, какие-то еще есть дополнительные инициативы, которые базируются в рамках этой стратегии. Мы хотим, допустим, реализовать какие-то конкретные результаты, и поэтому мы назвали это MANRS. Это, в общем-то, что-то, это продукт, который был запущен в рамках манифеста. И вся идея, которая посвящена, мы пытаемся задействовать операторов, сетевых операторов, которые бы... MANRS, это аббревиатура, она, как бы, означает взаимно согласованные нормы для безопасности маршрутиризации. Поэтому мы хотим, чтобы там операторы выступали с инициативой, ну, как бы, добровольно занимались, но вступали в эту деятельность. И также, допустим, мы живем в таком текущем ситуации, где безопасность представляет большой вопрос, и мы все говорим о безопасности, поэтому мы полагаем, что если операторы будут продвигать такие вопросы, это было бы хорошо с точки зрения их репутации, это было бы хорошо, конечно же, для пользователей. И более конкретно, эта инициатива включает в себя четыре, ну, как бы, таких действия, четыре акции, которые операторы должны имплементировать, если они хотят быть частью этой программы. Буквально вкратце, вот эти четыре пункта, да, мы называем это, называем хорошими манерами, как бы, да, что является хорошей, удачной такой игрой слов. Первое – это фильтрование, это есть какие-то, допустим, определенные меры, которые помогают предотвратить пропаганду неправильной информации маршрутиризации. Тогда это поможет вам определить четкую политику работы с маршрутами. То есть, каким образом вы, допустим, общаетесь со своими клиентами, со своими пользователями. Второе – это еще антиспуфинг, который поможет вам, допустим, предотвратить трафик из каких-то ложных, таких неправильных IP-адресов. Это, своего рода, тоже фильтрация. Последние два пункта, это больше посвящено, как бы, такой визабилити, да, видимости работы, ну, как бы, там, как вы выловить работы. Это первое – координация. То есть, если с вами случился какой-то инцидент, вы о себе заявляете. Другая сторона, которая также пострадала, она должна будет знать, кто вы, что вы. Вы можете вывесить свои, допустим, контактные данные, чтобы они были легко доступны на вашем веб-сайте. И тогда все участники программы Мэнерс могут с вами связаться. Ну и глобальная валидация, такая мировая валидация. Это глобальная штука, она также может работать на локальном уровне. Что говорит о том, что вам нужно также опубликать вашу политику маршрутиризации, ваши номера автономных систем и префиксы. И тогда это поможет в валидации, утверждению информации о маршрутиризации. Там вся есть информация у нас на веб-сайте, там все технические детали объяснены. И что, где мы сегодня, да, что мы сейчас делаем. У нас есть, насколько я помню, у нас есть около 30 участников на данный момент. Это такой скриншот из нашего веб-сайта, которые уже начали работать в этой системе и которые выполняют работы в виде RIP-NCC, и кто нас сегодня принимает здесь совместно с Восточной Европой всего лишь два оператора, насколько я помню. Они оба из России. Мелнет, да, вы увидите на этом слайде. И мы бы очень хотели здесь увидеть еще других операторов из Восточной Украины, в частности Украину, поскольку Украина очень большая страна. Я думаю, что тут можно говорить о здоровом телекоммуляционном рынке. И если вы вступите и станете примером, да, таким образцом безопасности и будете с нами вместе работать по этой инициативе. Это не только административные вещи, это не только подписание документа и включение вашего имени на веб-сайт, это еще ваше, ну, как бы желание, ваша приверженность, то есть насколько вы будете привержены выполнять эти принципы безопасности и реализуете, по крайней мере, одну из тех четырех пунктов, которые я указала вам на предыдущих слайдах. Мы опять-таки не ожидаем, что вы скажете, там мы будем все это делать, все вместе, поскольку это, конечно, требует ресурсов и это требует дополнительного времени, но, по крайней мере, если вы хотя бы сделаете первый шаг и начнете имплементировать что-то, а через какое-то время попытаетесь выполнить оставшиеся пункты. Мы, конечно, говорили о том, что ландшафт с точки зрения безопасности постоянно меняется. Нам очень важно получать от вас какие-то отзывы, там, последнюю информацию, для того, чтобы мы могли вовремя реагировать на новые атаки, то есть чтобы это была такая двухсторонняя коммуникация с нашими операторами. Ну, а сейчас вы, наверное, скажете, мы и так занимаемся вопросами безопасности, и зачем нам это нужно? Поэтому у вас, конечно, совершенно справедливо, вы можете задать себе вопрос, зачем нам это нужно? Ну, я хочу ответить, чем больше компаний задействовано, тем больше наша сеть безопасности. Это не делается очень быстро, но если я говорю, вернусь к своему первому слайду, мы всегда говорим, пытайтесь думать в глобальных масштабах, пытайтесь применять, ну, брать на себя какую-то глобальную ответственность, общую ответственность. Нам нет необходимости, нам не нужно, чтобы правительство какое-то навязало нам специальное постановление с точки зрения безопасности. Мы должны это делать сами. Почему еще? Потому что это способ продемонстрировать как бы новую такую базовую линию. Очень много ваших клиентов узнают о вопросах, связанных с вопросами безопасности. Это не только достаточно будет для того, чтобы там просто поучаствовать там, а это поможет вам как бы поднять, да, вот такой порог с точки зрения безопасности. Ну и, конечно же, это какая-то сила притяжения, которая может привлечь и других игроков. И чем нас больше, тем быстрее мы сможем достигнуть прогресса в этой сфере. Это моя такая маленькая презентация. Я, конечно, понимаю, что не все из вас сразу побегут сейчас подписывать это соглашение, но у нас есть такие здесь красивые флайеры, которые я привезла с собой. Там есть вся информация. Если вы хотите собрать с собой такой флайер, пожалуйста, подходите ко мне, я уже раздала. Я уже раздала нашим коллегам здесь, они сказали, у тебя такая большая карточка. Я говорю, нет, это не моя визитка, это флайер с информацией. Я вижу, что у Яна, у моего коллеги есть какой-то вопрос ко мне. Ну, это не вопрос, это вопрос, это комментарий, если можно, господин председательствующий. Пожалуйста, спасибо. Я наблюдал очень интересный способ использования мэнерс. Есть один панафриканский оператор, большой оператор в Африке. Они думают над внедрением мэнерс, требования по мэнерс во все свои пиринговые контракты. То есть, когда-либо они будут с кем-то пириться, это будет прописано в контракте, что вы должны подчиняться тому, что написано в документе о мэнерс. Мне кажется, это очень классный способ поддержки мэнерс, но и применение его с нашими пирами. Если вы не будете себя правильно вести, то мы пиринг просто зарежем вместе с вами. Да, у меня есть вопрос не к вам скорее, а к местным операторам. У нас вот здесь есть Максим Тулев из NetAssist. Я знаю, что NetAssist пытается следовать всем новым инициативам в нашей отрасли. Поэтому, может быть, он поддержит мэнерс? Ну, это интересная инициатива, но для того, чтобы подписаться к этому документу, я должен его очень аккуратно почитать, внимательно и понять, о чем он. Потому что, если быть честным, я впервые об этом услышал вообще в своей жизни. Но это нормально, потому что мы в Украине не впервые об этом говорим. В общем, идея классная. Такую инициативу внедрить. Коллеги, ну, это ошибка. Не надо подписывать ничего, надо просто что-то делать. Надо просто обещать, что вы будете придерживаться этих правил, да? Этих мэнерсов. Как бы обещать просто надо. Пообещать. Пообещай. Коллеги, на самом деле документ, если его открыть, это не 500-страничный документ. Это на самом деле он очень небольшой. Там 4 конкретных пункта, 4 конкретных совета. Причем, вот, по моему личному опыту, то есть, зачастую мы проводим мероприятия в различных городах и зачастую вот все те вопросы и претензии к своим же коллегам, они относятся к тому, что, то есть, предположим, нет информации, контактной информации не публиковано ни в Ripe Database, ни в каких-то источниках. А почему вы сами не публикуете действительно контактную информацию? Дидос-атаки, опять же, а почему вы сами не проводите фильтринг? Почему вы не потратили 10 минут для того, чтобы хотя бы сделать RPKI RAW, так называемое? То есть, для того, чтобы защитить вашу автономную систему. Это все делается, на самом деле, не так много времени занимает. Это просто культура. То есть, если вы сможете, как бы, уделить, на самом деле, очень небольшое количество времени, буквально один день, хотя бы один, там, и пару часов каждый год просматривать свою контактную информацию и смотреть, что у вас все в порядке, то мир станет, на самом деле, намного лучше, и мы сможем избежать большого количества проблем. Ну, имею возразить. Вот потрачу я сегодня один человек, один, на то, чтобы просмотреть, скорректировать свою контактную информацию, чтобы подписать свои RO, которые все равно никакого влияния на роутинг не имеют. Все это сделаю. А завтра в меня прилетит 100 гигабит, наверное, DDoS-атака. Мир не станет лучше от этого. Ну, если ты этого не сделаешь, ты можешь быть тоже источником DDoS-атаки. Понимаешь? То есть, как говорится, или кто-то из ПТВ-а имени. Это в чем? Да. Вопросы? Спасибо, Мария.